Привет, дорогой друг, меня зовут Владимир Коваленко, я эксперт в области продвижения бизнеса MLM Online и в этом видео я хочу тебе показать и рассказать, как я монтирую видео, потому что видеоконтент сейчас находится на первом месте, он еще будет буквально 3-5, а может быть даже 10 лет. В принципе, это тот контент, который не умирает. Поэтому в этом видео мы с тобой разберем видеопрограмму, в которой я работаю, в которой я создаю клипы, которые набирают тысячи просмотров, которые приводят новых партнеров в бизнес, делают продажи. Итак, если ты досмотришь это видео до конца, ты получишь большое количество инструментов, то есть пошаговую инструкцию, как, что, зачем делать для того, чтобы получить классное видео на выходе. Поэтому досматривай до конца и не переключайся. Погнали! Итак, дорогие друзья, привет! Я сейчас вам буду показывать и рассказывать, как я быстренько обрабатываю видео и создаю клипы, которые набирают тысячи просмотров с помощью программы Movavi Video Editor 2020. Есть разные версии, я сейчас использую последнюю, она также есть как на MacBook, также есть и на Windows. Разберем элементы, которые присутствуют в этой программе, что использую я, как я пошагово создаю клипы и об этом все подробненько увидите в этом видео. Первое, что нам нужно, это, конечно же, скачать эту программу и каким образом ее скачиваем. Ее можно купить, можно скачать уже крякнутую. Для того, чтобы скачать, прописываем в поисковике Movavi Video Editor 2020 скачать торрент. И таким образом нам выдается список, где мы можем скачивать. Почему торрент? Потому что на торренте уже есть крякнутые, то есть взломанные программы с ключами, вам не придется ее покупать. Лично я покупал эту программу, так как она на MacBook, там была и взломанная версия, но я предпочтал купить, чтобы не было никаких проблем, стоит она совершенно недорого. Мне она понравилась. И все, вы ее скачали, вот выберите себе, где вам удобно скачать. Она, например, на Windows, нажали, через торрент она качается очень быстро. Нажали там скачать, бесплатно. Она уже с ключами и все. Выберите, где вам удобненько. Установите и дальше приступим уже к ее использованию. Вот так выглядит ее интерфейс. На MacBook называется Movavi Video Editor Plus 2020. Я вам рекомендую тоже 2020, это последняя версия на Windows, она уже доработанная, обработанная, намного быстрее, интереснее и вкуснее. Разберем элементы управления и дальше приступим к монтажу видео. Первое это папочка. С плюсиком это импорт библиотеков файлов. Здесь мы добавляем файлы, которые мы будем использовать для создания клипа. Также здесь есть библиотека своя, со звуками, которые мы можем использовать в клипе. Также музыка готовая. Недавно я делал клип и у меня спрашивали, что за музыка, где ты ее взял. Это был как раз трек. По поводу челленджа, которые мы проходили, бизнес челленджа в нашей компании. Также есть видеоклипы готовые и фоны. Это то, что уже готовы к библиотеке и можно использовать в создании ваших видео. Дальше. Такая вот палочка со звездочкой, то есть фея. Здесь у нас фильтры. Они разбиты по рубрикам. Ты можешь их использовать. Заранее их можно каждый просматривать. И ты можешь добавлять свои видео, чтобы цвета, фильтры, цвета, коррекция, летающие объекты. Вот на Хэллоуин приведение можно добавить. Дальше. Переходы. Следующая вкладочка переходы. Стандартные, избранные. Здесь все есть. Это то есть переход между одного видео к другому. Они разбиты по категориям. И вот таким образом ты заранее просматриваешь и можешь потом добавить. Я вам покажу, как это можно добавлять уже конкретно на видео. Кнопочка с буквами Т. Это титры. То есть здесь титры. Здесь стандартные. Они все тоже разбиты по рубрикам. Простые, художественные. Заранее их можно просмотреть, как это будет происходить. Как они будут появляться. Также можно приобрести. Я, например, вот эти титры. Киберпанк. Натритек. Прикольно. Здесь улетающие такие всякие штуки. Приобретал. Это был пакет. Вот, например, айти. Такие все. Видите, двигается. Интересненько. Мне нравится. Инфографика. Следующее. Это стикеры. Стикеры стандартные. Тоже все разбиты по категориям. Любовь. Стикеры, которые вы будете покупать, они двигающиеся. Стандартные, видите, не двигаются. А вот, например, наука, да, это то, что я покупал. Видите, двигается значочек. Шестереночки двигаются. Киберпанк, например, вот это. Будут двигаться. Интересные такие элементы. Они придают динамику вашему видео. И это так, да, интересненько смотрится. Где приобрести, кстати, в каждой вкладке, да, можно эти фильтры приобретать. Есть магазин, где бы не нажали, титры или где-то еще. Там, где вкладочка «Все», можно нажать «Movavi Video Effect». То есть, его сразу перебрасывает на магазин, где вы можете приобретать. Вот там стартовый. Что в них входит, например, стильный влог. Нажимаете, стоит он 199 гривен. И что в него входит. Здесь 8 заставок разных. Там, например, технологии, вот то, что я приобретал. Можно просмотреть, что туда входит. Стикеры. Вот такие штуки, двигающиеся. Все работает, всю пройти. И приобрести. Нажимаете в корзинку «Добавить» и покупаете. Но это уже решать вам. Дальше есть такой замочек, не замочек, а инструменты, нарисованные на панели. Здесь мы делаем, мы уже корректируем ваши видео. Можно изменить видео, да, то есть видео, аудио. Цветокоррекция. Поворачивать, поворачивать, анимацию, добавлять, убирать права, стабилизация, хромакеи, выделить лицензур. Я, честно говоря, этим не пользуюсь. Редкакими инструментами, просто не было надобности. Если вы профессионально захотите, то уже тогда разберетесь с YouTube вам в помощь. Вот, а мы давайте приступим к созданию нашего видеоролика. Для этого нужно добавить файлы, да, импорт. У меня здесь же добавлено, но я вам покажу, как это делается. Нажимаем импорт, добавить файлы и выбираем. Все, добавили. И вот так, можно сразу большую папку. И отсюда мы уже будем работать с вот этими файлами. Удаляем. Если какой-то вам не нужен будет, просто нажимайте крестик, удалить и все. Теперь начинаем работать. Внизу вы видите панель. Привет, меня зовут Елена. Внизу вы видите панель, в которой мы непосредственно и работаем с видеоклипами. Для того, чтобы сюда добавить его, нужно просто взять, выделить нужный и перетаскиваем. Все, отпускаем. Он автоматически попадает на ту дорожку, которая необходима. Здесь дорожки разбиты. На вот этой дорожке видео, видите, на дорожке, которая выше, титры будут добавляться. На дорожке, которая ниже, будет добавляться звук. Оно автоматически само все распределяет, кому, куда, какое нужно. Так, теперь еще один момент. Есть масштабирование нашего клипа. То есть мы можем увеличить этот кусочек для того, чтобы нам удобнее было работать с ним где-то. Обрезать, вырезать, либо уменьшить наоборот. Ну, я примерно работаю вот в таком формате, чтобы было удобненько. Вот, все, давайте теперь, что же делаем дальше. Добавили клип, включаем. Всем привет, меня. Так, у нас здесь пустое место. Мы видим, это очень удобно по аудио дорожке, где нам нужно и можно подрезать. Для того, чтобы не было вот этой вот пустоты. Выделили, видите, да. Выбираем ножнички, нажимаем на ножнички и фу, у нас отрезался кусочек. Теперь, чтобы его удалить, его выделяем и нажали. Все. Если вы хотите вернуть обратно или что-то вы не то удалили, есть стрелочка назад, нажали, все, оно опять появилось. Еще раз нажали. Обратно. То есть это обратное действие. Обрезали, дальше там слушаем, да, и концовочка. Все. Если, говорю, было бы видео немножко так вот, неудобно, да, работать, потому что, ну, выделите конкретный момент. Можно еще расширить, чтобы вам удобнее было и точнее вы могли сделать обрезку. Все. Теперь здесь обрезаем. Выделили, убрали. Окей. Следующее. Здесь она как раз говорит тема. Входящий трафик для моего бизнеса. Это тема. Я сюда добавляю обычно название, какую-то заставку. На байте вместе с вами это сделаем. Выбираем титры. И здесь можно просмотреть. Так, простые, художественные. Мне вот это, в принципе, нравится. Я бы ее сюда добавил. Их разное количество вы выбираете. Смотрите, все их можно редактировать. Давайте я добавлю вот эту. Берем ее, нажимаем левой кнопкой мыши и перетягиваем сюда на видео. И закидываем. Видите, что оно вылазит за пределы нашего вот этого видео. Его можно укоротить. Раз. И сделали вот так вот, покороче. Выглядит теперь это так. Топ-5 входящего трафика. Топ-5 входящего трафика. Теперь давайте редактировать. Нам нужно отредактировать текст. Текст. Нажали два раза. Нажимаем два раза на титры. Появляется такое окошечко. Но все. Выделяем текст. Каждый элемент можно выделить. Появляющийся. Видите? И его редактировать. Начнем с этого. Выбираем с левой стороны. Есть кнопочка текст. Клип. Новый. Да? Мы так работаем с текстом. Мы выбираем текст. Теперь что делать? Цвет. Нам нужно цвет. Добавайте. Сделаем его белым. Давайте добавим контур. Чтобы был черненький. Видите? Если без контура. Видите? Вот так выглядит. С контуром выглядит вот так. Чуть очевидно. А также можно добавить толщину контура. Вот. И сам текст. Напишем. Топ. Пять. Окей. Топ. Пять. Готово. Дальше. Что она говорила? Топ. Пять. Входящего. Трафика. Топ. Пять. Входящего трафика. Следующий текст. Пишем. Входящего трафика. Можно двигать. Перемещать. Видите? Текст. Это можно все двигать. Каждый элемент редактируется. Входящего трафика. Давайте заменим это цветом. Какой цвет добавим? Чтобы это было хорошо видно. Предлагаю сделать такой. Сделать его жирным. Сделать его побольше. Сто. Много наверное? Семьдесят два. Вот. Ходячий трафик. Так. Оно переместилось. Сюда. Цвет не очень. Давайте сделаем желтым. Отлично. Как смотрится желтый. Вроде в принципе хорошо. Добавим контур. Посмотрим как оно будет с контуром. В принципе тоже неплохо. Входящий трафик. В бизнес. Делаем тоже жирненьким. Делаем побольше. Шрифт семьдесят два. И наверное можно переместить вот сюда. Как вы считаете? Также можно увеличить вот этот элемент. Побольше. Все. В принципе так. Теперь нам можно переместить эти титры. Право-лево. Для этого мы вот так вот выделили все. И берем полностью. Перемещаем. Вот эта вот кнопочка. Не кнопочка. А вот видите стрелочка. Тянем за уголочек. Увеличиваем. Так. Вот так. В принципе. Ну здесь да. Я бы еще поработал. Все-таки наверное. С цветом. Здесь добавлю белое. С контуром. Вот так. Да. И смотрим что у нас получилось. Сюда. Как предприниматели. Топ пять входящего трафика для твоего бизнеса. Все окей. В принципе неплохо. Дальше. Добавляем следующий файл. А у нас идет обычно это заставка. Берем ее левой кнопкой мыши зажимаем. Перетаскиваем. И она здесь у нас немножко длинная. Я бы ее обрезал. Сейчас мы это сделаем. Все. На этом моменте я ее обрезаю. Ножнички. Выделил. То что надо удалить. Следующий файл. Добавляем. Видите пустое место. Сразу его можно. Тоже обрезать. Потому что там звук. Чтобы не было пустоты. Ножнички. Выделили. Видите. Автоматические файлы друг к другам склеиваются. Теперь давайте сделаем что. Добавим тоже здесь. Конечно же с короля трафика. Это YouTube канал. YouTube канал. Надеюсь, я говорю о том, что YouTube канал. Ключевая фраза. Нам ее нужно выделить. Это опять переходим в титры. И здесь тоже выбираем. Да. Разные. Смотрим. Я себе приобретал. Мне вот нравится. Давайте что-то интересно добавим. Вот. Кибер. Киберпанк. Такой. Стиль киберпанк. Выделили и переместили куда-то необходимо. Для того, чтобы редактировать. Нажимаем два раза. Работаем с текстом. YouTube. Давайте с большой. За главными буквами. YouTube. Канал. Выделяем. Все выделили. И отцентровали. Наверное, сделаем даже чуть-чуть поменьше. Теперь это выглядит вот так. Отлично, да? Появилось. Мы выделили ключевую фразу. Теперь давайте я вам покажу, как можно добавлять переходы плавные. То есть вы видите, что здесь у нас идет резкий переход. Конечно же, с короля трасси. Резкий переход. Можно добавить плавности. Здесь они, видите, разные существуют. Мы заранее можем просмотреть, как это выглядит. Так, так, так. Так, так. Интересненько. Давайте вот этот. Также берем, зажимаем, как и все остальные файлы и перетягиваем сюда. Кидаем. И оно автоматически, видите, добавляется такой вот значочек. Теперь переход между одним видео и другом. И начну я, конечно же, с короля. Происходит вот таким вот образом. Также можно редактировать переходы. Нажимаем два раза, выходит настройки, свойства перехода. Видите, оно длится две секунды. Мы можем сделать, чтобы оно длилось одну секунду. Если у вас в видео несколько таких вот переходов сделано, и чтобы каждый не редактировать отдельно, можно нажать клавишу, здесь, точнее, галочку применить ко всем переходам. И оно автоматически ко всем действиям. Здесь эти переходы переменятся, и это настройка. Нажимаем ОК. Теперь мы видим, что не две секунды. И начну я, конечно же, с короля... Одна. Видите, быстренько, за одну секунду все. И начну я, конечно же, с короля трафика, это YouTube-канал. Это то, что приносит нам самое большое... А, вот, теперь. Здесь было понятно, да, поработали немножко с титрами. Ой, с переходами. Также можно поработать с цветокоррекцией. Выбираем, если что-то нам не хватает, мы хотим что-то доработать. Ну, давайте, где здесь цвета. Понимаю. Я обычно, конечно, не особо использую, но можно добавить. Вот такой вот, да, нам нравится. Если мы полностью переберем его, тоже перекидываем, перетягиваем. Видите, появился вот такой вот значочек. Звездочка. Значит, здесь применен фильтр. А, зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области проды. Вернем. Если нам нужно не на весь, не на весь видеоклип, а на кусочек. Тогда нам этот клип нужно поделить. Каким образом? Мы выделяем, ножничками разрезаем, но ничего не удаляем. И нам, например, нужно на этом кусочке, чтобы это было. Давайте вот такую какую-нибудь штуку нужно. Добавим. Перетягиваем именно на тот, который нам необходим. Все. Перетянули. И именно этот кусок будет теперь с этим фильтром. Видите? Давайте смотрим, как это выглядит. В области продвижения бизнеса MLM онлайн. Именно этот кусок, отрезок, который мы сделали, был в том фильтре, который мы выбрали. Таким образом применяется. Все очень просто. Можно также отдельно поработать с каким-то файлом. Звук настроить. Если там немножко вы записали, есть шумы или качество звука не очень. Нам нужно как-то сделать погромче, потому что нам не очень хорошо слышно. Для этого, что мы делаем? Нажимаем два раза на файл. Выходят настройки общие. И мы видим, что здесь есть громкость. Смотрите, сейчас какой звук, как он. Это MLM онлайн. Очень крутая. А теперь мы его скорректируем. Давайте вот так поставим. Теперь вы услышите, как работает. Итак, сегодня очень круто. Сразу громкость звука увеличилась. Но у меня здесь достаточно хорошая, поэтому я не буду менять. Но чтобы вы знали, что так можно делать. Также можно добавлять скорость, анимации. И все остальное появление. Давайте теперь я вам покажу, как можно добавить и работать со звуком. У нас есть звука, музыка. Добавили клипу, музыку. Ну, например, вот эту. Веселую, да? Берем ее тоже и перетягиваем. Видите, автоматически она привязывается к дорожке, где звук. Слишком громко, правда? И нам нужно сделать потешевить. Видите, вот эту полосочку. Это уровень громкости аудиодорожки. Мы берем ее, зажимаем и опускаем вниз. Видите, процент видно. И аквалайзер на дорожке двигается. Все. Опустили пониже. Теперь звук потише. Все, в принципе, хорошо слышно. Бывают моменты, когда в видео вам нужно сделать в конкретном месте звук именно там, тише или именно там громче. Для этого можно добавлять звуковые маркеры. То есть, что мы делаем? Смотрите. В этом месте, например, нам нужно сделать потише. Да, мы берем, нажимаем правой кнопкой мыши и здесь есть добавить точку громкости. Раз. И в другом месте, где-нибудь добавляем точку громкости, два. Теперь мы, когда будем двигать, а теперь, когда мы будем двигать, именно эту точку, видите, уменьшается. Нам нужно сделать лесенку по-хорошему, да. Для этого, что мы делаем? Добавляем еще точку громкости. И еще точку громкости. Теперь, в этом моменте мы сделали тише и тише, да. Плавное угасание звука. Вот это вот у нас такое плавное. Вы сейчас сами все услышите. И потом плавное появление звука. Сейчас видеомаркетинг это то, что продвигает вперед абсолютно все соцсети. Люди любят смотреть и слушать одновременно. И, конечно же, этот канал... Все. Теперь вы поняли, да, что в моменте, где вам нужно сделать тише звука, а потом плавное угасание, чтобы не резко было найти, раз-раз-раз, идет и резко вырубился звук, а чтобы это было более плавно. Также вы можете регулировать скорость этого плавного. Сейчас видеомаркетинг это то, что продвигает вперед, быстро. Сделали вот так вот, оно будет еще плавнее. Производитель маркетинг это то, что продвигает вперед, абсолютно все. Видите? Поэтому вы здесь сами регулируете с помощью точек громкости. Как ее добавить? Еще раз повторяю, правой кнопкой мыши добавить, удалить. У нас здесь же добавлено, поэтому у нас предлагает только удалить. Вот. Добавить точку громкости. Удалить точно так же, на точку громкости нажимаете правой кнопкой, удалить точку. Раз, удалилась. Раз, удалилась. Все. Вот так вот мы работаем со звуком. Все очень просто и легко. Если какой-то момент нам нужно добавить какой-то звук, там, гроза. Так же берем, кидаем. Оно автоматически, видите, расширяет дорожку со звуком и предлагает нам здесь. Смотреть и слушать одновременно. Все. Вот таким образом мы работаем с нашим аудио, видеоконвертером. Точнее, мы как-то... Мой-мейкер. Мой-мейкер. Таким образом мы работаем и создаем видеоклипы, которые нам будут набирать большое количество просмотров. Все очень просто, все легко. Вам стоит скачать, установить, попробовать и буквально пару раз, когда вы в нем поработаете, вы сможете создавать уже крутые клипы. Здесь не нужно каких-то особых навыков, видите, все просто, элементы нарисованы. Подвели, кто где надо, ножнички нажали, все удалилось. Если нету ножничек, значит, у вас не выделено, в каком месте выделить. Здесь нужно или здесь. Обрезать вы обязательно выбираете. Вы можете подрезать аудио, музыку, например. Работаем здесь, в видео нам не нужно, чтобы обрезалось, нам нужно, чтобы только музыка. Выделили музыку, здесь нажали. Выделили музыку, здесь нажали. Отрезали этот кусок. Подтянули, оно автоматически все склеивается. Видео у нас осталось прежним. Звук мы уже порезали, поменяли. Теперь нам нужно сохранить то, что мы сделали. И для этого мы нажимаем сюда. Сохранить. Выбираем форматы. Доступные здесь большое количество. Я использую всегда Movi. Здесь получается хорошее качество. И не сильно много весит. Поменьше, чем MP4. Ави. Теперь называем проект. Можем как-то назвать сразу. Можем потом переназвать. Главное, чтобы вы понимали, что за файл сохранился. Теперь путь, куда сохранить. Мы выбираем здесь. Обзор. И выбираем, куда вам необходимо. Я обычно сохраняю на рабочий стол. Теперь качество хорошего, высокого, лучшего. Я в основном вставляю хорошее. И здесь нажимаю дополнительно. И выбираю 1280 на 720. Достаточно хороший формат для загрузки видео на канал YouTube. Нажимаем ОК. Все. После этого нажимаем кнопочку старт. И пошло сохранение. После того, как сохранилось, вы увидите вот такое всплывающее. Окошко. И можете на галочку поставить, чтобы открыть в папке. Либо просто ОК. И дальше продолжить работу в программе. Если вы ставили галочку ОК. Тогда сразу нам автоматически открывается папка, в которой сохранено наш файлик, наше видео. Итак, ты досмотрел это видео до конца. Спасибо тебе большое. Я надеюсь и точно знаю, что теперь у тебя появились куча инструментов, целый алгоритм действий, как тебе смонтировать крутое видео, которое будут смотреть. Это видео будет динамичное, интересное, красивое. И которое будет набирать тысячи просмотров. Приводите новых партнеров в бизнес. Если тебе было полезно то, что я тебе рассказал и дал, ставь лайк под этим видео. Пиши комментарий. Если у тебя возникли вопросы, задавай под этим видео. Я тебе расскажу. Если что-то знаю конкретно, я тебе всегда отвечу и что-то порекомендую. Также я могу тебе порекомендовать видео, где ты сможешь развивать свой канал в YouTube. У нас много об этом написано здесь. И смотри, оптимизируй каналы, оптимизируй видео, чтобы набирать еще больше просмотров и чтобы еще больше партнеров приходило тебе в бизнес. Поэтому ставь лайк и подписывайся на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok